Привет, друзья! С вами Олеся на канале Готовим Дома. И сегодня мы приготовим вкуснейшую томленую говядину по-итальянски в густом соусе с белым вином и овощами. Это великолепное жаркое из говядины никого не оставит равнодушным. Мясо получается просто божественным и буквально тает во рту. Не в каждом ресторане готовят такое блюдо, а мы с вами научимся готовить его дома. Это блюдо называется оссабуко или говядина по-милански. Для приготовления оссабуко нам понадобится говяжья голень, распиленная на вот такие стейки с мозговой косточкой. Каждый стейк толщиной около 3-4 см. Стейки ополаскиваем прохладной водой и хорошо обсушиваем бумажными полотенцами. Хорошенько солим и перчим с двух сторон. По желанию можно сделать надрезы в 2-3 местах на боковинах стейка, чтобы мясо не деформировалось при жарке. Обваливаем стейки в муке. Излишки муки стряхиваем, чтобы мука не горела при жарке. В сковороде разогреваем оливковое масло и кусочек сливочного, можно топленого масла. Кладем стейки и обжариваем на сильном огне до румяной корочки около 4-5 минут. Переворачиваем и жарим с другой стороны еще 4-5 минут. Можно также обжарить бока стейка, но это не обязательно. Перекладываем мясо в глубокий сотейник. У меня большая чугунная кастрюля. Если нет подходящей кастрюли, подойдет глубокая керамическая форма для запекания. Теперь нарезаем овощи. Нарезаем лук. Можно не стараться мелко резать, так как лук практически растворится в соусе во время тушения. Морковь нарезаем кубиками, можно кружками или полукружьями. Также нарезаем стебли сельдерея. И измельчаем чеснок. В глубокой сковороде или сотейнике разогреваем оливковое масло вместе со сливочным. Кладем лук. И обжариваем примерно 1 минуту. Добавляем морковь. Сельдерей. И обжариваем овощи минуты 3-4 до светло-золотистого цвета. Сильно зарумянивать не нужно. Теперь добавляем чеснок. И обжариваем еще 1-2 минуты. Обжаренные овощи перекладываем к мясу. Добавляем томаты в собственном соку. И вливаем белое сухое вино. Даем закипеть и готовим около 5 минут. Затем вливаем бульон и снова доводим до кипения. Солим и перчим по вкусу. И для аромата можно добавить букет гарни. Это пару веточек петрушки, веточка тимьяна и лавровый лист. Я связала их в пучок кулинарной нитью, чтобы потом было легче извлечь из жаркого. Накрываем кастрюлю крышкой или плотно затягиваем фольгой. Духовку разогреваем до 160 градусов. И готовим особуко 2,5-3 часа. Пока говядина тушится, приготовим ароматную приправу гремолата, которая подается к готовому особуко. Лимон хорошо моем, обсушиваем и снимаем с него цедру. Петрушку мелко рубим. Также измельчаем чеснок. Гремолата готова! Готова и наша особуко. Посмотрите, какая красота! Яркий, насыщенный цвет соуса и просто божественный вкус. Соус густой, вкусный и ароматный. А говядина просто распадается на волокна и тает во рту. А самое вкусное, это то, что находится внутри мозговой косточки. Традиционно к особуко итальянцы подают ризотто меланезе с шафраном. Ну, а мы можем приготовить более доступный гарнир, например, рис или пасту. То, что вы любите. И, безусловно, прекрасным дополнением к такому блюду будет бокал вина. Друзья, обязательно приготовьте это жаркое на праздничный стол или к воскресному обеду. Ну, а ваши впечатления я буду ждать в комментариях. Сохраняйте рецепт закладки, чтобы не потерять. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Вас ждет еще много вкусных рецептов от простых, которые готовятся за 5 минут до самых изысканных ресторанного уровня. А с вами была Олеся на канале Готовим Дома. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok